Двойные квитанции это уже не редкость для нашего города. Корреспондент Бюро новостей Давича готовили ни один материал на эту тему. Анна Стефаненкова собрала несколько случаев. Аня, тебе слово. Попасть в двойную ловушку или остаться в должниках такой ситуации, наверное, не хочет никто. Однако с подобными проблемами двойных квитанций кировчане сталкиваются регулярно. Например, в сентябре 2015-го жильцам дома по адресу Свободы 170 пришло два бланка квитанций за капитальный ремонт. Причем общая сумма таких платежей превысила 1 миллион рублей. Однако кировчане вовремя обратились к председателю своего ТСЖ. Вот она нам сказала, по этой квитанции не платите, потому что у нас свой счет, расчетный счет. И мы поэтому, я вот эти все складываю, я по этим не плачу. Не знаю, что дальше будет. Не знаю. Обычно так называемые двойные квитанции получают при переходе от одной управляющей компании к другой. Но может быть и просто смена узла отопления, как это произошло в городе Налинске. В 2007 году я отключилась от центрального отопления и перешла на индивидуальное, электрическое. И все бы хорошо, но в 2015-м начали приходить дополнительные квитанции на оплату. Я обратилась в прокуратуру, потом состоялся суд. Дело рассматривал суд Налинского района. В итоге мои исковые требования были удовлетворены, а потому за центральное отопление я не платила. Но вот история пенсионерки из Налинска на этом не закончилась. В следующем году стали приходить новые квитанции и снова обращения в прокуратуру. Но поскольку женщина квитанции игнорировала, вырос долг до 43 тысяч рублей. Есть и свежие примеры. Жильцы дома на Карла Маркса 26 отказались от услуг УЖХ еще в 2015-м году. В следующем году они расторгли договор и начали пользоваться услугами другой компании. Почти год обе продолжали начислять плату за коммуналку. В конечном итоге действия УЖХ суд признал незаконными, и компанию обязали произвести перерасчет платы. Вот такая получилась подборка. У меня на этом все, Ксюша. До свидания.